Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Немного не везет с парнями, с которыми я состоял в отношении. Пишите вы. Ну что же, а что могу здесь сказать? Могу здесь, наверное, в первую очередь сказать, что то, что вы говорите о везении, уже в какой-то степени подразумевает то, что вы предаете какой-то такой, знаете, полу-мистический оттенок в вашем отношении. Дело в том, что, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, по крайней мере, никакого везения, или невезения, да, не существует. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, не существует. Я бы сказал, что вот везение на везение, это когда вы не отдаете себе отчета в том, что вы делаете. А как вы делаете? Вот. И почему вы поступаете именно так, как поступаете? Вот. Поэтому вот то, что вам не везет, вы, по сути, говорите о том, что... относитесь вот к этому, да, как к лотерее, вот. Отношение, это, конечно, действительно лотерея. То есть, ну, в том смысле, что, на самом деле, есть элементы случайности. Действительно есть. Вот. Но элементы случайности, на мой взгляд, они связаны с другим человеком. Вот. Они предельно понятны. Вот. То есть, их в норме всегда можно довольно легко интерпретировать, довольно легко посмотреть на то, как. Например, вы к этому относитесь, но с вами вы вот. То есть, как вы это воспринимаете, да, как вы это видите. Ну, вот. И всё. И всё. Вот. И проблем никаких здесь нет. Вот. Но если для вас вот ситуация не такая, грубо говоря, то есть, если вы вот видите эту ситуацию иначе, если вами она воспринимается иначе, то, на мой взгляд, это уже не проведение. Как мне видится, по крайней мере. Вот. Это не проведение. А это больше именно про то, как вы сами в это вовлечены. Вот. Вот. То есть, ну вот. Ну, буквально то есть. Буквально то есть. Вот. Как вы сами в этом участвует. Вот. Я имею в виду, ну, в отношениях. Как вы сами к этому относитесь. Да. Вот. 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 Дальше. Постоянно попадаются в основном маленькие шамки, либо те, кто хотят сразу в постель. Ну, смотрите. Значит. Очень важно здесь понимать, что вам попадаются те, кто не особо чувствуется, скажем так, выражать свои желания, выражать свои чувства. Вот. И так далее. Да. То есть, ну, грубо говоря, захотел, да, там, вот, к вам, допустим, в постель. Но я об этом är igen. Э-э-э-э. Не захотел, то там, грубо говоря, брать ответственность. Э-э-э-э-э-э-э-э. Вот. Ну как сразу об этом и рассказал. Вот. Вот. Ну вам я не буду. Вот. Вот. То есть, это, вот, такая ис-то-и- Wake. История. Така-ия история. Про некую я бы сказал. ну, наверное, ласкованность, про некое такое, если хотите, отношение к своему желанию и вуаля, вуаля, вам такие ребята понравятся. Случайно ли это, короче, нет, потому что вам попадаются и вы обращаете внимание, или на вас обращают внимание те люди, которые обращают вам то, что вы хотите. Вот. То есть маленькие сынки и люди, ну, мужчины, которые не слишком как-то озабочены, да, там, ухаживаниями какими-то и так далее. Вот. А попадаются вам по той причине, что они обращают то, чего вы хотите. Ну. Тут, конечно, надо увидеть. как вы относитесь к себе. как вы относитесь к своим желаниям. как вы относитесь к своим импульсам. да. Вот. Ну, я имею ввиду, я имею ввиду психоэмоциональным импульсам. Вот. Как вы относитесь к этому. Как вы относитесь к ним. Вот. Для того, чтобы лучше понимать, что пытаются сказать вам люди, которые вам встречаться. Кроме того, судя потому, что вы говорите и про постели, и про маменькиных сынков, речь идёт о том, что вы определённым образом воспринимаете мужчин. Вот. Определённым образом. То есть, как. Как вы их воспринимаете. Как вы к ним относитесь. Ну, я имею ввиду вот. Я имею ввиду к мужчинам. Как вы видите мужчин? Я думаю, что вы их видите именно только как мужчин. Вы не воспринимаете их как партнёров. партнёров. Например. То есть, партнёров по каким-то интересам. Ну, ваш. Своим. Вот. Вы не воспринимаете их как партнёров какой-то деятельности. Ну, вашей, опять же. Из всего этого, на мой скромный взгляд, можно сделать такой вивод, а он не очень, ну, не очень приятный, не очень хороший. Вот. Что, что вам, во вновь, не слишком сильно интересно что вы не так, чтобы очень сильно ей, то есть, своей жизнью интересуетесь. Вот. И отсюда такое восприятие молодых людей, такое восприятие мужчин и такое восприятие их вас. Если вы видите вы только мужчин, то и общение у вас, ну, скажем так, соответствующее, это общение притягивает определённых людей. Опять. Общение, вот то, как вы себя ставите и так далее, притягивает, притягивает определённых людей. И притягивает только вот таких людей. Вот. Поэтому тут, ну, тут нужно вам, так, да, делать так, что вы, как бы, становитесь интересны, вы становитесь интересны для этих людей. Я думаю, что напротив, будь у вас множество интересов, вот, будь у вас много интересов, мне, ну, на мой взгляд, на взгляд, в этом случае, вы были бы просто не интересны этим людям. Вот. Поэтому так важно вам преследовать свою поведенческую модель, с этими людьми. Вот. Чтобы выяснить, как конкретно вы себя ведёте и что конкретно вы делаете. Я вроде веду себя нормально, не подаю повода, что я легко доступно, ну, то, что, то, что вы об этом заговорили, и то, что вот тема постель вас как-то волнует, да, уже говорит, что вот некое такое особенное ваше отношение к этому, к сексу, вот, уже говорит о том, что если бы ей нелегко доступно, нелегко доступно, вот, то, как минимум, мысли об этом, вот, быстрый перевод ключа взаимодействия, не думаемый мужчина, гендерный разрез, вот, как бы создает у людей, если не чувствовать, что вы легко доступны, этого может не быть, то, по крайней мере, появляются мысли об этом. Вот. Вы в этом, конечно, не виноваты. Вас никто не винит. Вы не подумайте, вот. Здесь речь не о том, чтобы обвинять вас. Речь о том, чтобы раскрыть, раскрыть все детали, вот, возможно, вашей ситуации, вот. Поэтому, как обвинение, воспринимать это не нужно. Дальше. Хочу хорошие и здоровые отношения. Это про определенные ваши потребности. Это ни в коем случае не про взаимодействие с другим человеком. Потому что, если вы хотите хороших здоровых отношений, то есть иными словами, если вы для себя уже сформулировали какое-то видение этих отношений, то это означает только, что вам это почему-то нужно. То есть вы почему-то хотите таких отношений. Почему-то вам это важно. Понимаете? И вот выяснить, чем, чем вам важны хорошие, здоровые отношения, как вы говорите, очень важно. Очень важно, чтобы вы это увидели. Очень важно, чтобы вы это вынесли. Вот. Потому что. Потому что. Потому что. Потому что. Заключены. Заключены. Ваши потребности. К. Значит, к самому человеку. К самому. Мужчине. Если хотите. Отношения. Неименьшим. Вот. Но. Благодаря тому. Что вы хотите. Таких отношений. А вы притягиваете к себе людей, которые тоже хотят. каких-то отношений. Понимаете? Вы притягиваете к себе людей, притягиваете к себе тех, кто хочет каких-то отношений. Ну вот. Просто каких-то. Притягиваете к себе тех, кто не видит. Вас. Личности. Так же. Примерно. Как не видите личности вы. В. 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 Ну вот. В. 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 Ну можно. Можно. Можно, наверное. Так сказать. Как вы думаете. Вот. Неприятно. Да, я понимаю. Я прекрасно понимаю. Что-то неприятно слышать, но надеюсь, что вы здесь не до того, чтобы вам не говорили ничего неприятного. Не получается, а как вы это делаете? Вот вы говорите хорошие, здоровые и хорошие отношения, но не получают. А как вы это делаете, что именно не получают? Как вы знакомитесь с мужчинами? Как вы заводите знакомство компакта? Как взаимодействовать? Те, кто действительно хорошие парни, приличные и хорошо воспитанные, я им не нравлюсь. Скажите пожалуйста, парни, а вот чем, по-вашему, вы должны нравиться? Ну то есть, буквально, что должно у парней вызывать симпатию. Вот. То есть, чем вы хотите им понравиться? И чем им не нравится? Там еще очень может быть, что вот эти серьезные, приличные, как вы говорите, парни, как раз таки хотят партнера, человека интересного. В нашим точкам, как раз на рамках и взаимодействие, с точкой взаимодействия делается и так далее. А если вы, ну вот, общаетесь, да, взаимодействуете, примерно вот так вот, как я описал, то, ну вот, само собой тут будут проблемы. Поэтому, чем вы хотели, чем вы должны нравиться мужчинам? Сформулируйте, пожалуйста, в чем вы ожидаете симпатии. В течение обстоятельств или делом в моем поведении, дело в вашем поведении, я жутко боюсь знакомиться первой, нормально ли это, нет, в плане того, что я девушка, первый шаг будет делать абсолютно нормально, вот, всегда жду первого шага от мужчин, спасибо. Ну, вы не понимаете, штука в том, что вы можете ждать первого шага от мужчин и никаких проблем нет. вопрос на другом, что если вы идете первый шаг от мужчин, то мужчина, ну, собственно, сделав первый шаг, вот, он же вполне может, ну, как-то подумать и решить, вот, что так можно всегда, вот, он может подумать и решить, что он всегда должен делать первый шаг, вот, и какого рода отношения вы будете выстраивать. вот, вот, через такое взаимодействие, согласитесь с этой, потому что интересно, вот. вот, и как вы сами себе объясняете, что нормальные, ну, что нормальные здоровые отношения, это отношения, где мужчина делает первый шаг, первый шаг. в целом, в целом, я бы сказал, что вы себя обесцениваете, вот, вы себе не доверяете, я бы сказал, что вы себя подавляете, в целом, сводя свою роль, довольно, вот, такой, пассивный, да, и, как бы, ну, следуем за мужчину. вот, хочется поинтересоваться в этом смысле вашей жизни, какая она, ваша жизнь, вот, ну, буквально, какая ваша жизнь, вот, буквально, что это, что это за жизнь у вас, я имею в виду, ну, у вас, я имею в виду, вот. вот, а, довольны ли вы ей, в своей, своей жизни, если довольны, то, как вы это чувствуете, вот, что довольны ей? да, 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 это, на мой взгляд, очень важно поисследовать, вот, очень важно, на мой взгляд, это увидеть и заметить. вот, на этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно, я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. вот, 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 вот Продолжение следует...